стороны, да, которые рассматривают спор, да, и они пришли обоюдному согласию, что я могу им какой-то дать совет, то, пожалуйста, если у них это добровольное решение обоих сторон, то я, пожалуйста, могу дать им совет, как лучше оформить данный документ. Понятно. Разрешите вопрос по резюме вам задать, то есть по эссе, по медиации. Не могли бы вы кратко его пояснить, вот, спасибо, что подготовили, и в писанной форме, но поскольку ситуация специфична, простым человеческим языком, чтобы понятно для старшеклассников, не могли бы вы пересказать ее? Пожалуйста, да. То есть предприниматель в прошлом году в преддверии конца света, я добавлю такие слова, решил приобрести большой земельный массив в землях, которые, как по его мнению, не попадали под конец света. Два месяца он на это дело потратил и нашел такой земельный массив. Предприятие в это время как раз находилось в процедуре банкротства, конкурсное производство. То есть данное имущество все равно выставлялось на продажу. Значит, предприниматель встретился и с директором бывшим, да, то есть как бы по процедуре банкротства его уже отстранили от управления обществом, и встретился с арбитражным управляющим. Когда он встречался с бывшим директором, то обсудили вопросы, что осталось в этом предприятии, которое банкротится, а что бывший директор забрал с собой. Ну, как бы обсудили и предприниматель претензий на то, что забрал с собой, никаких не имел на этом старте. А земельный массив остался на старом предприятии, как имущественный комплекс, он входил в состав этого предприятия. То есть предприниматель все устроил, земельный массив на месте, как бы, а имущество, как он там его называл, это руклить не нужна. После того, как он переговорил с арбитражным управляющим, арбитражный управляющий сказал, что данное имущество было выведено незаконно, директор это все сделал незаконным способом, да, вывел на предприятие, где его дочка работает, да. Он сказал, что я смогу данное имущество включить обратно в список имущественного комплекса предприятия и вам продать данное имущество через торги, через аукцион. Вот. Здесь пока все понятно? Понятно. Вот. Значит, состоялся аукцион. На аукционе, кроме данного предпринимателя, никого не было, и предприниматель благополучно купил за те деньги, которые он планировал потратить на просто приобретение земельного участка, еще и имущество, которое было ранее выведено. Ну, прошел аукцион, предприниматель купил, дальше он действует как? Он выгоняет бывшего директора, его дочку, со всего имущественного комплекса, который ранее вывел этот человек, и начинает хозяйничать на земле и на имущественном комплексе. Бывший директор, как бы он достаточно давно на этом предприятии, это сельхоз предприятия, он там более 15 лет хозяйничал и давным-давно себя считал там хозяином, и как бы такая дерзость, такое наглое поведение предпринимателя его очень возмутило. И он как бы решил для себя, что он и отоберет и это имущество, и отоберет и землю, придачу. И начали судебные разбирательства. Вот за год, за полтора, фактически было более 50 заседаний суда, было 12 исков со стороны бывшего директора, было около 8 заявлений в МВД, ну и так далее. То есть очень серьезную атаку сделал, плюс подключил административные ресурсы, еще, еще, еще. В общем, крошевые предприятия...